ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Лицо неопределённого пола совершило ДТП с двумя пострадавшими. Видимо, так скоро будут писать и говорить о дорожных происшествиях. Один из федеральных активистов предложил законодательно закрепить запрет на указание пола виновника автоаварии. Дескать, нарушитель есть нарушитель, и нет надобности акцентировать внимание на том, мужчиной или женщиной он является. Похожую инициативу, кстати, озвучили в Госдуме. Там заявили, что не надо озвучивать должность виновника ДТП. Поводом для этого стала авария в Тюмени, где сотрудник следственного комитета насмерть сбил двух дорожных рабочих. Трасса 101 АвтоВАЗ собирается побить свой рекорд 2020 года, когда он повышал цены на автомобили шесть раз. Седьмое в этом году повышение запланировано на 1 декабря. Как ожидается, самая доступная модель тольяттинского предприятия, Лада Гранта, будет стоить минимум 566 тысяч рублей, пока 560. Десяточку накинут на Весту, тогда её начальный ценник перешагнёт за отметку в 800 тысяч. Столько же прибавит в цене X-Ray. Сейчас его минимальный ценник на сайте завода 775 тысяч рублей. Трасса 101 Лишили прав, срок истёк, пошёл в ГИБДД сдавать теоретический экзамен, но провалил его. Тогда гражданин не придумал ничего лучше, как купить водительское удостоверение через интернет. Товар обошёлся ему в 10 тысяч рублей. Но дальше удача отвернулась от россиянина. Сотрудники ГИБДД при проверке документов усомнились в подлинности его прав. Всё это произошло в Хакасии. Данный инцидент госавтоинспекция использовала для того, чтобы ещё раз напомнить. За незаконное получение водительского удостоверения грозит наказание вплоть до двух лет тюрьмы. Трасса 101 А Toyota поделилась изображениями нового поколения Land Cruiser Prado. Внедорожник должен дебютировать в середине следующего года. Судя по фото, младшего брата 300-го крузака, в частности, не обойдёт стороной тенденции к уменьшению размера фара. Вместе с хромированной накладкой они будут представлять собой узкую полоску над массивной радиаторной решёткой из крупных ячеек. Что касается моторов, то новый Prado должен получить в том числе гибридный двигатель на базе бензинового атмосферника объёмом 2,5 литра. Добавлю, нынешнее поколение Land Cruiser Prado продаётся по цене от 3 миллионов 132 тысяч рублей. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101 Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова